Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос, на мой взгляд, выглядит несколько противоречивым. Помогите, пожалуйста, разобраться в себе. Зафиксируем этот момент. Помогите разобраться в себе. Есть мужчина, с которым мы общаемся очень часто, встречаемся по возможности. Знакомый около полугода. Он называет меня своей женщиной, я разведенная, у меня дети. Меня напрягает тот момент, что когда я езжу к нему в другой город, он никогда не интересуется, как я доберусь обратно до дома. Он бросает меня ночью посреди незнакомого города и уезжает к себе домой. Я ловлю такси, оплачиваю его очень дорого. Вчера я ему сказала, что поймала такси, он ответил, что могла подостать автобус. Но тот автобус, о котором он говорил, в такое время дамы же не ходят. Скажите, пожалуйста, но я сегодня понимаю, что можно сделать в такой ситуации, как донести до мужчины, что мне это неприятно, оставаться одной ночью на произвел судьбы. Я вчера сказал ему, что мне пришлось сделать такси, на то он ответил, что я тебя оплачу. Но я понимаю, что это будет не от сердца, а от силы, вырванные у него мной деньги. Как мне быть в такой ситуации? Как донести до него, что мне это неприятно, оставаться одной в 10 часов вечера на улице. Итак, в чем здесь заключается противоречие? Оно заключается в том, что вы вначале пишете, что хотите разобраться в себе, а далее пишете, как донести до мужчины свою позицию. И вот это странно. Это странно, потому что одно дело, если вы хотите разобраться в себе, это одно, это один момент. И другое дело, если вы хотите донести до человека что-то. В этом случае вы разобраться именно в себе не хотите. В этом случае с вами собой вам все понятно и так. В этом случае вы хотите просто донести до человека что-то. И вот, как бы, вопрос, первый. Второе. Как нанести? Просто сказать о том, что его поведение и его отношение к вам вам неприятно. И все, казалось бы. Но вас, судя по всему, что-то останавливает, что-то останавливает. И вот, на мой взгляд, это очень важный момент. А что конкретно вас останавливает? Что конкретно вас останавливает от того, чтобы сказать человеку, что вы хотите, например? Это вопрос. Потому что, если вы стесняетесь, если вы стыдитесь, если вы чего-то боитесь, то с этим необходимо отдельно работать. Ну, например, мне показалось, что здесь у вас есть трудность с самооценкой. То есть, я буду что-то терпеть, что мне не нравится. И буду, в общем-то, накапливать в себе вот эту обиду и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Дальше. Следующее. поведение мужчины, хоть и является спорным, но не представляется каким-то откровенно негативным. То есть, мужчина конкретно вам ничего плохого не делает. Ну, он поступает как бы определенным образом, конечно. Это правда. Он поступает определенным образом, да. Но, как мне кажется, плохого он ничего не делает. именно конкретно вот плохого. И вполне возможно, что его действия, его поступки, его поведение обусловлено именно определенными его ценностями, скажем так. То есть, у человека такие ценности, он так привык себя вести. Хорошо ли это? Плохо ли это? Мы сейчас говорить об этом, конечно же, не будем. И важно понимать следующее. Что вам такое его поведение не нравится. То есть, у вас как будто бы ценности, ваши ценности другие. И это нормально. Что ваши ценности, они вот другие. Это нормально, что вы воспринимаете ситуацию по-другому. Что вам кажется, что должно быть иначе. Понимаете? Это нормально. Нормальная эта история. Но вам нужно определиться здесь. Вам нужно определиться здесь с тем, в первую очередь, готова ли я в человеке это принимать. готова ли я к тому, что у человека такие ценности. Могу ли я это принять или нет? Если можете, хорошо. Если нет, ну, вероятно, вы друг другу не подходите. В этом смысле здесь все довольно просто. Конечно же. Вопрос заключается в том, насколько вы готовы отвечать за свои действия. Насколько вы готовы отвечать за свои решения. Насколько вы готовы брать ответственность за свою позицию и за свои интересы, которые у вас есть. Вот. Потому что сейчас мне, например, ну, вот, в большей степени, да, кажется, что вы хотите, чтобы мужчина принял вашу позицию. хотите, чтобы он вел себя так, как кажется правильным вам. А он этого делать не будет. Потому что все люди разные, и у людей разный опыт, у людей разные взгляды, у людей разные ценности. Есть причина, есть причина, по которой для вас такое его поведение, такая его поведенческая модель является, ну, скажем, обособленной. То есть, как будто бы вы вот для себя, да, не понимаете вот этой самой модели. То есть, как будто бы для вас эта модель поведения является, ну, вот, просто моделью поведения. И все. Вы довольно слабо, как мне кажется, воспринимаете и видите мужчину как личность. Довольно слабо. То есть, вы воспринимаете его только лишь как мужчину, но не как личность. а вот было бы хорошо, было бы очень хорошо, если бы вы воспринимали мужчину как личность еще. То есть, если бы вы видели за его действиями, за его поведением, если бы вы видели личностный подход, личностное проявление его, это не было бы проблемой, если бы вы общались как два, в общем-то, ну, два равных человека. Вот. Это не было бы проблемы. но поскольку мужчина называет вас своей женщиной, это уже выдает в какой-то степени его позицию по отношению к вам как чисто гембернелл. И вот здесь могут начаться трудности. потому что с одной стороны может быть вам такая позиция импонирует. То есть вам хочется может быть с одной стороны чтобы вас называли ну чтобы вас называли точнее шипяли свои женщины да и все такое. Но с другой стороны это модель поведения. Такая модель взаимодействия к сожалению не предполагает личностный контакт. А предполагает только взаимоотношения полов. Что в свою очередь способна способна привести к тому что ваше общение с ним будет высоко формализовано. Высоко формализованное общение отличается тем что в нем человеку отводится определенная роль и только. То есть у меня по отношению к тебе есть только определенная роль. эта роль как правило наполнена ряд функциями и я не могу выйти за пределы этих функций. К сожалению. и то же самое касается на мой взгляд и вас. То есть по отношению к вам это точно так же справедливо может быть к сожалению. И вот если такие тенденции присутствуют то я рекомендовал бы вам как раз таки на это обратить свое внимание и перевести ваше общение в формат взаимодействия двух личностей. Если вам что-то мешает это сделать а фактически мы говорим о дефиците общего между вами и мужчиной фактически мы говорим именно об этом. Мы говорим о том что между вами и мужчиной недостаточно общего чтобы какие-то ситуации решались естественным путем. Понимаете? в свою очередь это говорит о том что скорее всего вы с человеком общаетесь ну я бы сказал на таком достаточно поверхностном уровне к сожалению вот что конечно ну вот лично для меня является больше минусом чем плюсом то есть я надеюсь что это ну в какой-то степени очевидно да то есть мне кажется что это минус потому что ну люди на самом деле все разные и у человека вот свои ценности да свои взгляды у вас свои ценности свои взгляды это абсолютно нормально он чего-то ждет вы чего-то ждете у него там грубо говоря какое-то ну какое-то отношение да какой-то взгляд и какие-то ожидания у вас какие-то какие-то ожидания какие-то взгляды то есть это все абсолютно нормально но важно за что понимать что для того чтобы это все естественным образом взаимодействовало нужна коммуникация а коммуникация на чем-то выстраивается где я пойму что тебе можно говорить все что со мной происходит и ты поймешь что мне можно говорить все что происходит с тобой ну как бы с гипотетически да с окружением в моей жизни в жизни других людей и так далее а этого нет вот понимаете какая штука этого нет при всем при том что этот человек по идее является является вообще-то ну чуть ли не самым близким для вас то есть этот человек должен быть самым близким для вас а у вас не такие вот проблемы и как мне кажется в той или иной степени это связано с тем что вы изначально с ним не были с тобой ну вот на мой на мой взгляд то есть понятно что я могу ошибаться да понятно что я могу быть неправ понятно что какие-то ну какие-то детали я могу не знать да и какие-то нюансы я могу не знать упускать упускать из виду вот из вида в целом ну потому что информации недостаточно вот но я делаю предположение своего опыта и своих знаний и своей практики вот значит дальше немножечко теперь хочется сказать про конкретно ваши трудности которые могут быть с чем они эти трудности связаны давайте смотреть как я уже сказал есть довольно довольно четко вами сформулированная позиция и ситуация довольно четко вами эта позиция была сформулирована что вот есть определенный момент да есть определенный есть определенная ситуация в которой я в которой у меня есть определенное отношение да вот ну то есть это абсолютно адекватное отношение абсолютно нормальное отношение но и есть и как мне донести до человека вот почему для вас является проблемой донести до кого-то то что вот ну в принципе вас волнует да вот ну волнует беспокоит тревог и так далее почему это проблема вы чего-то боитесь вы чего-то опасаетесь почему эта проблема понимаете какая история вот на это я бы и хотел обратить ваше внимание в первую очередь потому что если это неуверенность в себе как я уже сказал если это страхи ваши например страхи то с этим нужно работать отдельно мужчина здесь как сковой ни при чем по вашей истории я бы предположил что вы себя как-то изначально поместили в ситуацию которая вам не совсем приятно то есть вы едете к мужчине в город да и в общем-то ну вы едете к мужчине в город поздно и так далее вот ну я не знаю насколько вам эта ситуация нравится я не знаю насколько вас эта ситуация устраивает вот мне показалось вот мне показалось что она вас ну вот пусть она вас больше не устраивает чем устраивает но опять же опять же здесь могут быть некоторые варианты я могу ошибаться вот дальше вы описываете историю при которой у вас не складываются отношения с мужчиной ну по крайней мере не складываются так как вам бы хотелось да при этом вы говорите о том что вы разведены у вас есть дети что это означает для нас для нас в первую в первую очередь это означает то что у вас были отношения и они эти отношения не сложились по какой-то причине они не сложились то есть они распались по какой-то причине распались понимаете да и сейчас ваши отношения не складываются в нос то есть сейчас тоже есть какие-то проблемы ну в отношениях и соответственно можно здесь предположить ну возможно конечно с некоторой долей натяжки да возможно с некоторой такой долей может быть скепсиса но можно предположить следующее что есть определенный негативный сценарий сценарий вашей модели женского поведения который сейчас дает о себе знать так же как давал о себе знать этот сценарий когда вы расставались со своим мужем да когда ваши отношения с ним вот ну тоже не складывались по большому счету и вот это apple очень важная деталь потому что если у вас имели место быть трудности если у вас имели место быть проблемы то с ними необходимо разбираться не не строить отношения с мужчиной другим а разбираться сначала с моделью поведенческой поведенческой моделью вот потому что так или иначе на вас это будет оказывать давление оказывать влияние мешать также развод может быть травмой которая также дает о себе знать ну в частности вот то что вы возможно да позиционируете себя исключительно как женщина с мужчиной а не как лично опять же опять же я не знаю как обстоят дела на самом деле может быть я не прав но пока что все говорит само за себя хочу чтобы вы особо на это обратили свое внимание сейчас вот вот ну ну и естественно естественно смущает конечно смущает конечно то что вы вот вроде бы говорите что хочу разобраться в себе да но при этом вопрос вопрос свой задаете в русле того как мне ну до мужчины до мужчины донести донести что-то вот 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 это конечно тоже смущает в той или иной степени на этом все я надеюсь что мой ответ был вам полезен интересен желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью субтитры